Приветствую вас снова в эфире. С вами пиксельный рыцарь и вместо того чтобы следовать плану и рассказывать вам о депрессивных ужасах пустого космоса сигналис, сегодня я расскажу о симуляторе типичного капиталистического предпринимателя, что унижает аборигенов и заставляет их работать в шахтах. Дом Кипер. Дом Кипер это необычный тавер-дефенс. Сегодня почти ни одна новая игра не делается без экспериментов или дикой смеси жанров. И тут у нас именно очередной нетипичный гибрид. Элементы рогалика, террарии, тавер-дефенса и отстройка базы. Но удивление, все работает гармонично и приятно, однако даже в таком шикарном букете не обошлось без минусов, но обо всем по порядку. Игра начинается с заброса нашего персонажа на планету, который обитаемый непонятными животными и аборигенами. Красочно раздавив местную фауну, наш протагонист начинает путешествие под землю. База оснащена только защитным механизмом в виде купола и лазерного луча, что будет нашим оружием против вол местных черных существ. Все индикаторы покупаемые улучшения для нашего купола, а вот ресурсы и добывают методом копания в земле. Используя бур нашего инженера, мы прогрызаемся через породу, ища железо, воду и кобальт. Кроме ресурсов попадаются разные технологии питомца, а также необычные артефакты, что улучшают взаимодействие с шахтой. Сама цель нашего капиталистического вторжения — найти древние технологии или технологии колонистов. Об этом игра умалчивает, лора нет, никакой экспозиции нет, есть только цель. А цель — это найти схрон, запитать его генератором и доставить на базу чип. Есть и второй режим, но это просто бесконечно игра с набитием рейтинга. Правила те же самые, только завершаете ее в любой момент, когда захотите, и конечная цель отсутствует. Основной режим помимо цели еще и открывает новые возможности, такие как новый вид купола, его защиты, оружие и даже новый игровой персонаж. Однако, чтобы все это открыть, нужно дотащить тот самый чип из схрона, а иногда это сделать крайне сложно. Тем более, с каждым новым прохождением открываются новые размеры карты. Да, если в тупую гриндить, то самой мелкой будет достаточно, но как по мне это очень скучно. Из забега в забег переходят только декоративные питомцы, но это лишь элемент украшений. Занятно, что если вы проиграете, то можете взять одно из улучшений станции на следующую планету. А если вы выиграете, то, как говорил, перенести ничего нельзя, что по мне странное решение. Да, конечно, это сделано в угоду баланса, только вот на огромных картах без того же лифта достаточно сложно собирать ресурсы. Говоря про улучшение, и всего может быть 4 на станции. Улучшить можно ваше оружие, разные ресурсные станки поставить, по типу производства воды или конвертер ресурсов и приспособления для разработки шахты. В шахту ставится лифт или телепорт. Телепорт удобен для спуска. Точка на станции и точка в том месте шахты, куда вы сбросили вторую часть телепорта. А вот лифт ультимативен. Да, может я просто криворук, но аппарат, который дает прирост к скорости передвижения персонажа при спуске и подъеме, который еще и может за вас поднимать ресурсы на поверхность, выглядит куда презентабельнее телепорта. Прокачка немного меняет расстановку сил, однако для меня лифт остается лучшим апгрейдом. Также с шахтой помогают работать локатор, он ищет ресурсы, питомец, что разрабатывает шахты без вас и мина. Все занимает свой слот на базе. Каждое приспособление можно улучшать и некоторые из них имеют бесконечные улучшения, что будут требовать больше ресурсов из раза в раз. Например, дополнительный крюк для ресурсов в лифте. И по итогу, примочек для базы не так много. Одно для оружия и по парочке для всего остального. И вот это одна из самых больших проблем игры. Однообразие. Мы копаем шахту, открываем новые примочки и снова копаем шахту. При всем удовольствии от процесса игра надоедает достаточно быстро. Да, у нас есть что открывать. Да, есть бесконечный режим. Но внутри шахты мало что меняется. Лишь глубина. Одных монстров на поверхности мы не увидим. Да и сама защита купола звезд небес не хватает. Лазер это универсальное, удобное и простое оружие борьбы с аборигенами. А меч это прибор для выпендрежа и попытка усложнить себе процесс. Мне он не понравился. Однако признаюсь, разработчик смог создать кардинально разный геймплей для сражений. Тут тебе и необычный ближний бой. Разгоняя меч и двигая его вправо-влево, наносите урон. А если кто-то вдалеке, то можно запустить его на тросе и после вернуть. Забавно, что во время полета им можно управлять. Только это неудобно. Все апгрейды направлены на ускорение его передвижения или массу. Лазер же просто наращивает урон, скорость и получает потом второй ствол для большего охвата. Практично и просто. Но на этом все. Никакого тебе более большого лазера, более большого меча, кинетического оружия или какого-то нового вооружения. Второй класс такой же странный и неудобный как меч. Основная его механика это сфера и гравитационный генератор. В отличие от инженера, нельзя раскачать грузоподъемность. Вместо этого прокачивается возможность держать ресурсы в граф сферах и отправлять их. Во время движения мы задаем импульс ресурсам и отправляем их по прямой траектории. Так мы можем быстро доставить до четырех предметов на базу. С самого дна шахты можно так отправлять ресурсы. Что несравненно плюс. Однако стартовая скорость персонажа весьма низкая. Шахту он разрабатывает сферами, которые можно использовать как бур, но тогда его скорость резко падает. А отпуская сферу, он заставляет ее рикошетить, ломая стены. Прокачка усиливает мощь скачков и количество отскоков. Персонаж интересный, однако как и меч не очень удобный, за него я ни разу не прошел игру. А большего игре удивлять и нечем. Да, тут есть помимо силового купола разные способы защиты своей базы, но это не так сильно меняет геймплей как персонаж или оружие. Меня радует, что в игре отсутствует мета прогрессии и тупое раскачивание циферок, однако уж очень мало улучшений можно открыть на данный момент. Очень хочется, чтобы проект жил и развивался, становился больше и радовал новым контентом. Меня затянуло чуть больше, чем на 10 часов. Копать шахты, искать ресурсы, сражаться с монстрами и сбрасывать миленького дрель монстра в глубины штольни было крайне весело и умиротворительно приятно. Общая атмосфера и музыка создают приятные ощущения и это та самая игра, что позволит расслабиться после тяжелого рабочего дня. В ней можно пропасть на долгие часы, просто занимаясь туннельными раскопками. Сам процесс рытья действительно гипнотический и в этом плане я согласен с фанатами кубача. Если вам нужна игра, которая сможет вас легко расслабить и отвлечь от тягот рабочих будней, то настоятельно рекомендую. Также могу порекомендовать домкипер любителям необычных тавер-дефенсов. Новинки в этом жанре и так редкие, а тут что-то необычное, новое и удивительное. Игра доставила мне удовольствие и я советую, ее взять на скидках. Все же для 650 рублей здесь слишком мало контента. Ну а с вами был Пиксельный Рыцарь и в этом году вас ждет еще больше удивительных маленьких проектов.